Здрасте! В одном из прошлых видео мы показывали самодельный прикроватный столик из картона. И многие из вас очень заинтересовались, как скрафтить такую вещицу. Запасайтесь чаёчком или картоном, смотря для каких целей вы здесь. А мы погнали! Знакомьтесь, наш старый стол, который я сделала полтора года назад, когда мы только-только переехали в эту квартиру и остро нуждались хоть в какой-то мебели. Сделан он из обычного ящика для фруктов, радушно подаренного мне дядечкой с местного рынка. И четырех картонных ножек из аналогичной коробки. Как вы можете заметить, пережил он многое. Но ни разлитый чай, ни столкновения с мебелью при перестановке не пошатнули его дух. А вот прочность крепления ножек все же пошатнула. Но при всем вышеперечисленном этот столик до сих пор может выдержать мой вес. А я, дамочка нормального размера, никто пока не жаловался. Это все благодаря супер крепкому картонному ящику для фруктов. Уверена, будь столик из обычного упаковочного картона, я бы свернула себе шею. Старый стол служил мне верой и правдой все это время, но его час настал. Пресс-Ф, как говорится. А для создания нового стола нам понадобятся, как всегда, куча картона. А спонсором этого ролика стали наши прекрасные соседи, которые купили себе новый диван в Икее, а коробки сплавили мне. Спасибо большое, заходите еще. Скотч и термоклей. Хотя можно обойтись и просто скотчем. Ножницы и канцелярский нож. Карандаш, линейки и, в моем случае, черно-белые распечатки. Начинаем стандартно. Разбираем коробки и чертим на картоне детали для стола. Столько, сколько влезет на лист без загибов. Чертеж конкретно этого столько по традиции вас ждет в описании. У меня деталь столешницы поместилась не полностью, поэтому отдельно я вырезаю еще две боковушки. Легонько проходимся лезвием ножа по линии сгиба, не прорезая до конца картон, чтобы получить ровный красивый край. При помощи скотча и вырезанных деталей формируем коробок. А если вы являетесь счастливым обладателем ненужной коробки от ноутбука, монитора или любой другой плоской штуки, можно не заморачиваться и сразу приступить к созданию ножек. Ура, столешница готова! Вырезаем из картона 16 прямоугольников одинакового размера. Группируем их по 4 штуки и склеиваем между собой. Я сперва креплю все на тонкий скотч, а затем проклеиваю углы широким. Так будет надежнее. Соединяем ножки и столешницу. Здесь я перешла на термоклей, но если у вас его нет, то не страшно. Мой старый стол держался исключительно на скотче и не жаловался. Главное следите, чтобы все ножки плотно прилегали к сторонам столешницы и тогда все будет четко. Осталось навести марафет. Я буду оклеивать столик распечатками из комиксов, чтобы не выбиваться из общего вида мебели в моей комнате. Чтобы найти страницы комиксов, просто забиваем в гугле «Комиксы читать онлайн» и открываем любой сайт. Там ищем интересующий нас комикс, открываем симпатичную страницу, жмем по ней правой кнопкой мышки и нажимаем «Сохранить изображение как». Все, можно идти печатать, а если вы богатенький буратино и можете позволить себе напечатать цветные комиксы, то это вообще хорошо. Я нашла эти фотки в Пинтересте и теперь очень сильно хочу цветной принтер, чтобы не разориться в копицентрах. Клею я на клей-карандаш, так как краска на бумаге не всегда адекватно реагирует на ПВА и может растечься. А еще с сухой бумажной салфеткой разравниваю приклеенные кусочки бумаги, просто потому что это самый удобный способ, лично для меня. Для защиты стола нужно использовать лак, но у меня есть более дешевый и не менее надежный способ – скотч. Процесс долгий и муторный, но если подзапариться и приклеивать все без пузырей и складочек, то столик станет супер устойчивым к плаге. А если не получилось приклеить без кладок, на таком комикс-принте это будет не так заметно, как на однотонном. Я знаю, о чем говорю. Вот такой красавчик у меня получился. Пишите в комментариях, чего бы мне еще интересного скрафтить из картона, которым у меня осталось еще приличное количество. И да, я помню про видос о красивом хранении барахла, мы над этим работаем, не переживайте. Будьте лапочками. Не проверяйте устойчивость картонных столиков моим способом и да пребудут с вами тонны материалов для ваших подделок. До свидос.